В Канске немало людей, которые посвятили свою жизнь спорту. Один из таких энтузиастов, победитель и призер многих престижных соревнований с СССР Владимир Чубыкин. Легкая атлетика, биатлон, шахматы. Для него нет главного вида спорта. Он профессионал абсолютно во всем. Нетрудно оценить и вклад Владимира Анатольевича в развитие данной культуры в Канске. В 1971 году, в августе месяце, я приступил к работе на этом поприще, руководителем физовоспитания. Ну и вот сейчас, 50 лет, как в этом году, я тружусь. Работу знаю изнутри. Почему? Потому что поработал и руководителем физовоспитания в учебном заведении, инструктором в спорткомитете и представителем спортов общества. Ветеран спорта отмечает, что в копилке города неподъемное количество медалей по всем видам спорта. Высокие результаты наши спортсмены показывают благодаря слаженной работе профессионального коллектива спортивных школ Каннска. Самой престижной кузницей кадров в этой сфере считается школа Олимпийского резерва имени Валерия Стольникова. Именно с нее начинали свою спортивную карьеру именитые чемпионы. Помимо этого, в городе функционируют школы имени Мочилова и Олимпийц. В честь дня физкультурника их воспитатели поздравили в молодежном центре. Хочется сказать слова благодарности, безусловно, нашим тренерам спортивных школ, в которых учатся более 1200 детей, жителей нашего города. Спасибо вам за работу, которую вы делаете. Спасибо за те успехи и победы, которые достигают дети, жители нашего города, обучающиеся спортивных школ. В зале собрались те, кто имеет непосредственное отношение к развитию спорта в Каннске. Открыл торжественную часть депутат законодательного собрания Сергей Креминский. Как он отмечает, в городе довольно сильная спортивная инфраструктура. Много профессиональных спортсменов, которые показывают отличные результаты на международной арене. Чтобы сделать эти успехи, проводится очень большая работа именно вами, теми, кто находится здесь. Это те звездочки, которые вы находите здесь и поднимаете их на высокие педесталы Олимпийских игр, чемпионатов мира и других соревнований. Поэтому огромное вам всем спасибо за ваш вклад, за здоровье нации. Каннск славен своими спортивными традициями. Практически во всех видах спорта достигнуты высокие показатели на уровне края. В 2010 году в Каннске открылся плавательный бассейн «Дельфин». И в городе появился новый вид спорта – плавание. Уже есть определенные результаты. И вот завершается строительство крытого катка с искусственным льдом, который откроет дополнительные перспективы. И это в первую очередь тоже развитие территории. Валерия Ударцева, Александр Минев, телекомпания «Каннск», 5 канал.